В прошлом году Минздрав Латвии предоставил отчет. В нашей стране уменьшилось количество школьников, которые в будние дни завтракают. Я бы добавила, как директор школы. Из-за отмены бесплатных обедов в школе дети перестали и обедать. Ну что, ребят, сэкономили на детях? И что получили в итоге? Проблемы со здоровьем даже у малышей. Если вдруг Рижская дума не в курсе, есть масса исследований, с которыми нашему муниципалитету поспорить будет сложно. Бесплатное и правильное школьное питание имеет долгосрочные последствия, как и его отсутствие. В первом случае – хорошая физическая форма и соображающая голова. Во втором – замедление роста, развитие хронических заболеваний, плохая успеваемость. Кроме того, это двойной удар по детям из неблагополучных и откровенно бедных семей, то есть тех, кто и без вашей помощи находится в условиях недоедания или недостаточного питания. Вы, наверное, думаете, что их родители стали доплачивать за обеды? Но эти дети просто перестали есть в школе. Знаете, за стенами ратуши идет своя жизнь. И, судя по всему, вы от нее очень далеки. В Латвии каждый пятый ребенок подвержен риску бедности. Из 29 богатых стран Латвия на предпоследнем месте. Обогнала нас лишь Румыния. И со стороны злоуправления и государства было бы правильно этим детям помочь не скатиться по социальной лестнице. И, казалось бы, при чем здесь бесплатное школьное питание? Ну, все очень просто. Для некоторых детей школьный обед – единственный горящий прием пищи в день. Вы только вдомайтесь в этот факт. Но даже такой обед помогает детям чувствовать себя лучше, спокойнее, вести себя менее агрессивно и более ответственно подходить к учебе. Да что я вам рассказываю? Попробуйте неделю, месяц, год прожить на сухом пайке. Как быстро с вас, уважаемые господа, спадет весь этот лоск? И как быстро вы озвереете? А теперь вспомните, мы говорим о ребенке 7-8 лет. Но это, конечно, совершенная мелочь. Важно, что нашли деньги на музыкальный фестиваль «Позитивус» и переименование улиц. В 2018 году Англия провела эксперимент. Детей разделили на тех, у кого было бесплатное питание, и нет. А потом сравнили результаты. Первая группа стала заметно лучше учиться. Подобные эксперименты проводились много лет и по всему миру. Но результат был везде один. Сытые дети получают более высокие баллы по экзаменам, лучшие оценки по предметам и более высокий уровень обучения. Точка. Именно поэтому мэр Лондона сейчас активно борется за бесплатное питание в школах для всех классов. Финляндия делает акцент на здоровую и разнообразную пищу и предлагает школьникам бесплатный шведский стол. По этому же пути идет Швеция. Да зачем далеко ходить? Пожалуйста, Таллин. Школьники и гимназисты питаются бесплатно. Давайте еще ближе. Практически в любом самоуправлении Латвии школьники питаются бесплатно. И только рижские ученики остались не нужны ни государству, ни собственному муниципалитету. Это как вообще понимать? А тем временем бесплатное питание в школе играет одну очень важную роль. Обеспечивает равные возможности для всех детей без исключения. Обычный бесплатный обед в школьной столовой уменьшает социальный разрыв между детьми из самых разных семей и самым разным достатком. Зато платный обед откидывает на обочину колоссальное количество школьников. И если многодетным семьям и малоимущим бесплатное питание оставили, то условный средний класс оказался в очень сложном положении. На статус малоимущего они уже не могут претендовать. Но до обеспеченных или до семей со средним доходом им еще очень далеко. И вот один, а то и два, три ребенка в таких семьях остаются без доплат за обед. Потому что платить не из чего и не из чем. А их друзья, например, в Елгавской или Юрмальской школе, прекрасно питаются каждый день, потому что Елгавский и Юрмальский муниципалитет своих жителей в обиду не дают. А Рюшка доме на Рюшан в целом наплевать, а уж на детей подавно. Своих она накормит, а чужие не ее забота. Я не раз говорила, оставьте нас в покое и дайте нормально работать. Мы должны показать результат, мы покажем результат. Но бесконечные проверки доводят учителей то до больниц, то до увольнения. Непродуманные реформы мешают работать администрации. Путаница с экзаменами, новые варианты старых учебников, каждый год новая система оценок мешают учиться детям. И когда к этому хору государственного реформа присоединяется еще и самоуправление, и ссылают свои какие-нибудь правила и изменения, и при этом наносят непоправимый вред нашим детям, но молчать очень трудно. Кажется, ведь смысл работы государственных и особенно муниципальных образовательных инстанций, это помешать работать основной образовательной инстанцией, школе. Верните обеды, выпустите уже, наконец, окончательный вариант учебников, организуйте проверки в каком-то адекватном режиме и дайте нам делать нашу работу. Наша цель – обучить детей и выпустить их по взрослый мир умными, здоровыми и образованными людьми. А в чем смысл вашей работы? Продолжение следует...